всем привет приветики здравствуйте здравствуйте а у нас тут реакция будет сообщение будет написать напишите какую-нибудь реакцию видно слышно я начну разговаривать привет привет всем привет присоединяйтесь присоединяйтесь несколько минуточек буквально мы спасибо вот она вот она реакция моя любимая спасибо дорогие приветик при присоединяемся немножечко немножечко пару мы сейчас буквально займем на присоединение здравствуйте всем здравствуйте видно и слышно благодарю за реакцию приветствуется видно слышно хорошо но я представлюсь для начала меня зовут людмила пустовойтенко я являюсь инструктором в офисе ростов-на-дону имя скол приветики приветики видно слышно замечательно так давайте давайте активно реакция реакция закидайте меня лайками здравствуйте здравствуйте вот сегодня наша тема будет посвящена вот такому прекрасному замечательному продукту это новинка новинка продукт для мастеров пизикюра вот так он выглядит очень красивый формат флакона ну для меня вот такая красота чтобы вы понимали я люблю когда все очень лаконично все очень достаточно просто профессионально вот тема пойдет о том оставляет продукт какая у него цель соответственно как им работать то есть сегодня эфир с демонстрации сегодня супер эфир с демонстрацией так здравствуйте всем что это что это такое это кератолитик это средство для размягчения загрубевшей кожи это я уже так анонсирую немножечко потихонечку быть так накидайте мне пожалуйста лайков вдохновите меня чтобы разговор был очень позитивный продуктивный всем здравствуйте так ну что будем потихонечку начинать отчетинуть спасибо за лайки тем людям кто реагирует на мой голос спасибо так ну что давайте потихонечку я вам презентацию сейчас расскажу о продукте и мы перейдем к демонстрации этого продукта так значит новинка которая появилась не так давно но уже за его завоевала любовь многих мастеров кто приобрел и уже попробовал своей работе на клиентах новинку 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 значит начнем с название да то есть название это эксфолиант для мягкий эксфолиант да то есть размягчитель для кожи стопы для загрубевшей кожи стопы для устранения сухости непосредственно подошвенной части вот очень мягкий очень нежный очень деликатный добавляю представку очень потому действительно так и есть в работе попробовала и с учениками уже отработала на моделях и осталась очень довольна вот соответственно к приобретению рекомендую все на это закончить всем до свидания шутка вот значит что в составе что делает кератолитик что делает размягчитель таким особенным таким уникальным и деликатным да в данном случае состав в составе присутствует собственно и алантаин данные компоненты которые входят в кератолитик конечно обладают очень такими полезными действиями на кожу то есть не только кератолитические то есть размягчающие но и конечно же уходовые то есть это очень важно потому что работая с кожей стопы мы не забываем что для нас важно не только размягчить да и создать для себя ну такие комфортные условия для обработки да то есть там быстрые качестве облегчающие именно свою работу для себя работу но и конечно же это уже эффект последующий вот как раз таки содержание в составе мочевины и алантаина то есть это оздоравливающий восстанавливающий комплекс для очень сухой кожи для кожи с расщеплениями с неглубокими и глубокими трещинами то есть в целом для стопы у которой есть недостаток соответственно то есть этот недостаток при первичной обработке конечно же да легко поддается очищению и на будущее конечно же закладывает такой ну своего рода фундамента восстанавливающий то есть если более подробно допустим проговорить о мочевине то есть она очень часто встречается в составах кератолитиков разный процент может иметь и здесь важный момент до обладающий именно компонент да то есть мочевина то есть она очень хорошо взаимодействует с кожей отлично ее размягчает создает комфортный именно слой который очищается инструментом то есть это и пилка может быть это и может быть обращающийся инструмент то есть колпачок или допустим диск соответственно то есть мастер в процессе да то есть не забивает абразив да то есть массой которая размягчена а именно счищает то есть это вот важный такой вот момент когда именно взаимодействует правильно компонент с кожей то есть разрыхление и комфортное очищение помимо всего прочего мочевина конечно же она увлажняет кожу поэтому полезно именно в применении в работе именно с сухой да то есть сухой кожей ну в некотором случае обезвоженной конечно же кожи да то есть когда есть какие-то особенности именно во внутренней системе да ну или какие-то опять же состояния вот и конечно то есть здесь еще момент антибактериальный эффект противомикробный эффект то есть соответственно то есть мы получаем в одном компоненте именно комплекс воздействующий полезно на кожу вот первый момент второй момент то есть составе содержится алантаин алантаин о будет работать за же то есть он а воздействуя на клеточном уровне то есть проникая в именно молодую клеточку то есть та которая находится под роговым слоем он конечно же ее восстанавливает наполняет опять же ее влагой и конечно же если есть нарушение именно в эпидермисе то есть разрывы то есть способствует будущему восстановлению то есть таким образом мы получаем своего рода эффект заживляющий но конечно же на будущее поэтому применяя в кабинете именно для работы с клиентом у которого есть нарушение целостности эпидермиса да то есть поверхности кожи рогового слоя конечно мы работая да то есть применяя дополнительные средства то есть конечно акцентируем и внимание на то чтобы в будущем состоянии кожи улучшалась да поэтому обращая внимание именно на составы кератолитиков да мы закладываем вот этот вот как раз таки фундамент на будущее но конечно же в комплексе да то есть кератолитик это то что нам поможет очистить беспрепятственность состояние да то есть различные то есть сухости ну и конечно же да то есть восстановление в будущем поддержка домашнего ухода тоже будет очень важно поэтому консультировать клиента на именно поддержку то есть что он обязательно должен выполнять дома да то есть там после каждого мытья ног обязательно наносить крема которые также могут содержать в себе и алантаин и мочевину то есть это закрепление эффекта непосредственно проделаны ваши работы то есть правильной работы да то есть правильной обработки так ну и прежде чем приступить непосредственно к демонстрации я сейчас посмотрю уже есть немножечко у нас накидали вопросиков так здрасте 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 вы нас слышно хорошо так что там у нас дальше так какой кератолитик лучше в работе с дисками ну смотрите эльвира отвечаю на ваш вопрос я пробовала различные кератолитики в работе с разными опять же инструментами потому что в курсе допустим базовым проходим пилки и вращающие инструменты вот в работе в кабинете то есть я в основном работаю аппаратом и конечно ну как бы часто работаю на сухую именно с клиентами в аппаратной технике но если мне требуется кератолитик то допустим у нас предыдущие продукты были на именно гелевой текстуры гелевая текстура тяжеловато смывается то есть она пенится вот кто работал с гелевыми кератолитиками то есть можете мне сейчас вот такой вот значок допустим до накидать чтобы я посмотрела да если у вас такой опыт воды вы мне можете тоже написать то есть то что вам нравилось и допустим там что не нравилось вот то есть ну как обратную связь дайте вот и то что я заметил допустим с гелевыми текстурами то есть не очень удобно работать именно с именно в дисковой технике то есть учитывая то что на скорости диск работает он принципе то на сухую очень отлично справляется с проблемами вот а если допустим применить кератолитик то он именно по своей консистенции тяжеловат то есть забивать может абразив вот вижу уже реакцию спасибо вот и конечно ну как бы в этом до появляется сложность то есть там нужно менять файлики то есть приходится менять файлики допустим во время работы да или дополнительно еще количество файлов добавлять то есть ну как бы есть вот эти особенности вот поэтому допустим я бы рекомендовала и рекомендую на самом деле на своих курсах своим ученикам то что допустим если вот прям хочется допустим применить кератолитик в работе то есть лучше отдавать предпочтение да то есть текстурам которые легкие то есть не утяжеляют в процессе размягчения да то есть клеточку то есть не наполняются именно вот не обволакиваются до такого текстура гелевой вот более жидкими то есть пены и кератолитики то есть они относятся именно по сути это жидкость вам не слышно мне слышно вот эта жидкость соответственно здесь дозатор который взбивает жидкость в пену поэтому пена да то есть она ну как бы текстура воздушная соответственно когда вы ее распределительного сейчас посмотрите да на демонстрации то есть когда вы ее распределяете то есть она что делает то есть начинает постепенно постепенно впитываться в поверхность исчезает на поверхности то есть и дает вам уже такой своего рода сигнал к выполнению процедуры да то есть у вас на глазах вот соответственно из-за того что она очень легкая так текстура да то есть она нельзя сказать что она вода прям в целом да потому что там есть компоненты вот соответственно то есть исчезая с поверхности да пусть там остаточки если даже промокнуть сухой салфеткой то есть не будет вот этого скольжения да то есть слизкости с клизкости да то есть на поверхности что не будет забивать опять же абразив и даст очень хороший такой вот очищающий результат вот поэтому если уж прям крайне хочется да то есть в работе с дисками применить кератолитик я бы давала предпочтение именно жидким то есть либо вот в пенной текстуре ну либо вот как спреи допустим есть да вот надеюсь ответила на ваш ответ так так ну смотрите вопросы о ногтях я немножечко буду в стороне потому что сейчас тема у нас кератолитик софт fit до эксфолиант вот поэтому старайтесь мне сейчас вопросы больше вот по кератолитику по теме задавать вот а уже отдельно я могу ответить на вопросы вас интересующий но уже собственно в конце эфира так 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 в продаже уже появился по цене смотрите стоимость 490 рублей но очень приятная стоимость я что могу сказать очень экономичный формат расхода ну мы работаем уже этим кератолитиком скажем так с начала месяц но две недели мы работаем даст кератолитиком прошло у нас уже там больше я не знаю наверно больше 30 моделей прошло но у меня еще больше половины флакона больше половины флакона то есть расходуется очень и очень приятно медленно то есть очень экономичный расход вот дополнительных никаких средств помогательных нам не нужно будет для работы соответственно что я хочу сказать экономия со всех сторон поэтому рекомендую к приобретению и незамедлительное да то есть незамедлительному применению в своем кабинете вот что я еще отметила на самом деле то есть вы также можете из-за своей вот такой вот деликатности данный вид кератолитика на самом деле можно применять и для работы с пальцами ну речь идет все таки о ногах поэтому я сейчас больше буду говорить именно о пальцев на ногах то есть это своего рода можно сказать как такая знаете генеральная уборка соответственно то есть когда вы его наносите да то есть там предварительно перед очищением то есть на именно очень сухую очень застарелую кожу твердую то есть он дает очень такое вот мягкое растворение рогового слоя который хорошо отодвинуть лопаточкой вычистить допустим тампонодержателем и даже алмазной фрезой да то есть вы можете приподнять счистить допустим там триги наплывшую кутикулу то есть поддаваться будет очень легко вот это для меня такое вот открытие потому что раньше я кератолитики никогда не использовала для пальцев для этого у меня был кутикл римовер вот он у нас потрясающий и замечательный но конечно я не могу отметить именно вот тот факт такой бюджетности кератолитика до который и для пальцев тоже подходит поэтому если у вас закончился в работе римовер то есть вы можете применить для работы с пальцами да то есть эксфолиант непосредственно да то есть и таким образом да то есть помочь себе обработать ну какой-то опять же сложный случай вот если вы завершаете опять же процедуру хотите именно по вычищать пылинки соринки да то есть вот этот вот момент тоже можно применить то есть завершая процедура то есть эксфолиант можно нанести с целью именно как окончательной да то есть такой очищающей процедуры так что еще хотелось бы добавить инстантный момент смотрите стирая его с поверхность и ликвидируя его с поверхности старайтесь хорошо влажную салфетку допустим отжимать потому что если он будет вступать непосредственно с влажной средой будет пениться вот это как бы такой вот нюанс который нужно просто для себя принять отметить вот что еще нейтрализовать его конечно может элементарно вода вот поэтому в принципе флакон с распылителем то есть орошаете ножки сухой салфеткой вытираете то есть никакой пены не будет стопа будет и пальцы будут очищены то есть вы будете очень довольны результатом как то так так ну что мои дорогие мы будем переходить уже непосредственно к демонстрации то есть модель у нас уже готова ждет когда мы проработаем и устраним все несовершенства стопы вот но на сегодня в работе будет подошвенная часть так сейчас я переведу так как видно как слышно так реакцию мне пожалуйста дайте чтобы я понимала что я никуда не ушла его наверно знаешь сюда переместить ногу она низко лежит сейчас секундочку а да благодарю благодарю моя прекрасная модель до всем пока и тебя показала так ну в данном случае до что я вот так вот поближе сейчас буду камеру камеру буду сейчас крутить вот так вот я ее поставлю не только еще немного тебя так сейчас мы свет нам надо включить аппарат не отключили прикол а как же мне так сделать покрути пока стопой в кадре даже аппарат убрали теперь нужно больше длинитель обстановка все классно так я снова с вами очень бы хотелось чтобы что-то заработал вонсе вонсек вонсек ака так сейчас камеру поставим свет опа опа так ну смотрите что мы в данном случае можем отметить да то есть небольшой кератоз непосредственно на большом пальце плюс на то есть также присутствует да на 5 плюс него и косточки мы видим да то есть также она залилась то есть по цвету тверденькая так на непосредственно пяточки да то есть самый большой у нас отдел у нас все подсвечивалась так тоже смотрим да то есть равномерный кератоз то есть небольшая сухость да ну вот смотрите конечно же конечно же для именно вот работы по такой поверхности мы можем применять и сухие обработки то есть мы можем абсолютно на сухую выполнить процедуру да но с чем мы можем столкнуться работая именно по сухой поверхности конечно это нагревание потому что работа именно на аппарате мы применяем скорость и конечно же человеку может быть элементарно чувствительно кератолитики они не только размягчают то есть именно способствует размягчению поверхности они конечно же облегчают счищение то есть и таким образом стопа просто не успевает нагреваться поэтому конечно же конечно же вот это очень большой плюс в работе применяя кератолитики то есть избавить человека то есть от ощущений да то есть которые ну как бы ему неприятны вот так пальчики на себя потянем вот что касательно нанесения смотрите как наносится сейчас немножечко вот так вот там то есть мару ручку мою видно так отлично все видно смотрите выдавливаем небольшую смотрите горошинку ну такая горошинка гигантских размеров для того чтобы нам хватило да то есть нанести непосредственно на поверхности которые мы отметили то есть пенка очень густая то есть можно даже и меньше конечно я не стала экономить не стала экономить вот придется часть конечно убрать с руки салфеткой вот сейчас я распределю и покажу вам смотрите распределение то есть вот таким вот образом вот уже у нас на глазах собственно идет действие то есть то я обычно ориентируясь на что то есть становится прозрачным то есть как только вот все пузырьки лопнули ну или большая часть да то есть это уже реакция которая до проникающая то есть кератолитик проникает и таким образом дает нам понимание что можно начинать обработку поэтому буквально минуточку сейчас подождем да то есть и начнем соответственно обрабатывать обработку я проведу дисковую вот хотя в принципе можно вас по колпачковой техникой поэтому в данном случае на ваше усмотрение абразивы абразивы я буду использовать средний то есть я возьму сейчас абразивность 180 и пройдусь по непосредственно именно таким более утолщенным зонам вот и 320 для того чтобы именно сгладить как завершить поверхность то есть обработки так скажем поставить точку в этих отношениях так есть так вот у нас абразив 180 сейчас мы его установим в ручку в ручку аппарата буквально минутная готовность буквально так вот сами смотрите становится прозрачным да то есть мы нанесли было достаточно все густо да то есть постепенно пузыречки схлопываются да то есть и мы видим да то есть его практически на глазах исчезновения так тема напоминаю тема у нас сегодня знакомство с новым продуктом компании эми то есть продукт который называется exfoliant soft fit то есть вот так он выглядит посмотрите вот так вот он выглядит да нежная пенная текстура то есть очень удобный формат то есть и в руку взять его приятно и текстура его работать приятно и вообще он такой весь приятный замечательный то есть он без отдушек соответственно то есть гипоаллергенен в плане если вы именно аллергичны на запахе то есть конечно в данном случае то есть можете не переживать то есть никакие лишние ароматы ваш кабинет не зайдут так смотрите я салфеткой стираю излишки излишки стираю то есть но убираю то что мне как бы может помешать так ну и смотрите то есть очень комфортно сейчас данном случае я вот даже пальчиком вот трогает ощущение именно вот по поверхности но такая легкая увлажненность легкая увлажненность все чешуечки да то есть поверхностные вот роговые то есть они уже так вот приятно встали дыбом вот на ощупь то есть я чувствую что именно вот твердые зоны твердые зоны да то есть они размягчены и конечно то То есть, ну, как бы я понимаю, что счищаться они будут сейчас максимально быстро и легко. То есть, движений мне делать лишних не придется, что в нашей работе очень важно, да. То есть, минимально сводим, да, время обработки. Сейчас мы будем гудеть, поэтому немножечко мой голос может быть нечетко слышен. Так. Ну, и, соответственно, то есть, пройдемся. По поверхности. Потрясающе. Я вообще кайфую от работы. На глазах идет, происходит очищение. То есть, движений лишних делать не приходится. Так. Ага, вот так вот. Я работаю под камень. Буду немножечко прерываться. Это необходимость. Посмотрите. То есть, на глаза светлеет, выравнивается. Все. То есть, пару движений, то есть, и стопа преобразилась. Так. Немножечко на меня ножку. Сейчас мы камеру поправим. Свет настроим. Оп-ля. Оп-ля. Так. Продолженном обработку. Есть. Доработаем. Прелесть. Как ощущения? Твои. Конечно же, твои. Все прекрасно. Так. У нас небольшая тут потертость. Сейчас мы ее аккуратненько доработаем. Очень нежно. То есть, без усилий, без лишнего давления, лишних движений в плане повтора прохода по поверхности. То есть, буквально один проход потребовался для того, чтобы очистить роговение. И аккуратно, осторожно доработаем. Прекрасно. Так. И первый абразив справился со своей задачей. Так. Переходим ко второму абразиву. Второй абразив, это будет абразив 320. То есть, мы сейчас просто сгладим такой вау-эффект, создадим. Можем себе позволить. Смотрите. Да. Пока я переклеиваю, отвечу на вопрос, пока я его увидела. Обороты, которые мы применяем в дисковой технике, конечно же, обусловлены диаметром инструмента. Мы используем сейчас диаметр 20 миллиметров. 20 миллиметров у нас работает на скорости 20-25 тысяч оборотов. Но, конечно, смотрите, да, то есть рекомендации к скорости вращения, да, то есть это то, что нам, допустим, там рекомендует производитель. Но вы, конечно же, в процессе работы тоже отмечаете такие моменты, когда клиенту, допустим, на высоких оборотах неприятно. Поэтому, конечно, сбавить обороты, замедлить движение своей руки – это очень важно. Поэтому прислушивайтесь к своему клиенту, то есть и если он чем-то обеспокоен, конечно же, то есть сделайте все, чтобы исправить, да, то есть эту, ну, скажем так, неприятность. Вот. Продолжаем, продолжаем. Поменяли абразив. Также аккуратно доработаем прекрасную стопу. Так. Ну и достаточно. Нам отражение не нужно видеть, да. Нам важно, чтобы было все в здоровом состоянии, приспособленном к ношению обуви, к нагрузкам, которые испытывает стопа в течение дня. Поэтому не стремимся к истончению, а стремимся к оздоровлению. Это очень важно понимать в работе, именно в педикюре. Так. Есть. И остался у нас пальчик. Пальчик. Так. Прекрасно. Вот и все. Смотрите, пару минут мы затратили для того, чтобы очистить непосредственно стопу. Так. Сейчас мы влажным полотенчиком уберем пыль. Полотенцем убираем. Ну и, соответственно, наслаждаемся приятными ощущениями. То есть на ощупь кожа по-здоровому гладкая. Нет ощущения, да, как будто бы содрали скальп. То есть все очень прилично, здорово. Так. Ну и как бы, в принципе, все. Да? Да. Да. Сама задала вопрос, сама на него ответила. Все замечательно. Реакции, конечно, от вас никакой не следует, что очень меня, конечно, огорчает. Огорчает. Поэтому за проделанную мной работу требую лайка. Не жадничайте. Спасибо. Спасибо за медлительную реакцию. Так. Ну что, я готова, на самом деле, ответить на ваши вопросы. Есть у нас для этого время. И вам большое спасибо, что посетили прямой эфир. Были со мной. Так, на себя перевожу. Приветики. Приветики. Конечно же, все эфиры всегда сохраняются. И на странице вы всегда сможете, какая милота, спасибо большое, всегда сможете пересмотреть и вспомнить, допустим, да, то есть что-то, допустим, там, забытое, да, ну или как бы пополнить свои знания, да, какой-то отсутствующей информации. Потому что я уверена, что знаниями вы богаты, вот, но, конечно, нужно иногда себя взбадривать, взбадривать. Так, ну, переходим к ответам на вопросы. То есть я сейчас вернусь немножечко, немножечко к вопросу, допустим, не по теме, да. Так, у меня на ногах ничего не держится, ломается постоянно. Подскажите, пожалуйста, что делать? Так, Софья, ну, отвечаю на ваш вопрос. Конечно, то есть разные могут быть причины ломкости ногтей. Было бы более, да, то есть развернутый ответ, если бы посмотреть, да, что из себя представляет проблема для того, чтобы уже конкретно дать информацию. То есть к ломкости ногтей может привести, конечно же, индивидуальный такой момент, да, то есть там хрупкая ногтевая пластина. Поэтому укреплять вы ее можете с помощью, допустим, искусственных материалов. Но здесь нужно подобрать, да. Нанесение, опять же, подготовка ногтей и коррекция материала. То есть здесь очень важно время, то есть нельзя перенашивать, то есть постоянный контроль должен быть. Следующий момент, то есть изначально неправильная подготовка ногтей, то есть могла привести к истончению ногтя, который, опять же, да, становится очень слабым, очень хрупким. И, конечно же, то есть там расслаивается, расщепляется, ломается и так далее. Вот, что там переувлажнение может, пересушивание. То есть, ну, в целом, опять же, обратить внимание нужно и на внутреннюю систему, и непосредственно на внешнее воздействие. Вот. Если хочется укрепить ногтевую пластину, а очень хочется, я так понимаю, да, потому что и покрытие не держится, да, то есть это немного, я бы сказала, да, то есть настораживает и напрягает. Здесь, смотрите, момент какой. Конечно, на период восстановления и укрепления ногтей ни о каких покрытиях речь не идет. Ну, максимум, то есть прозрачное покрытие, допустим, там по типу Natural Force, да, то есть если обращаться именно к компаниями. Вот, здесь момент, то есть применение масел, то есть масла, содержащие в себе укрепляющие компоненты, безусловно, то есть срастанию ногтевой пластины, то есть более крепкой, то есть более целостной. После восстановления очень деликатно именно относиться к подготовке ногтей к покрытию, то есть обратить внимание на абразивы, обратить внимание на снятие, возможно, то есть не применять снятие, допустим, с пиливанием, то есть а применять снятие и растворением, то есть и применять в работе только легко растворимые материалы. То есть либо это лак, либо это гель-лак, который именно идет в категории легкосъемный. Так, следующее. Так, так, так. По обработке стопы и пальчиков, с чего начинать? Здесь, на самом деле, то есть вы сами себе хозяева, то есть с чего вам удобнее начинать, с того и начинайте. Но так как у нас, допустим, да, если вот брать стопу, буду на руке, она своей показывает, да, то есть вот у нас подошвенная часть, но у нас подошва, да, то есть она и пальчики, подушечки, да, затрагивает. То есть если вы начнете, допустим, работать со стопой, именно подошвенной частью, то вам невольно придется после работы с пальцами, то есть опять переключаться, да, то есть на подушечки и дорабатывать их. Поэтому, конечно, если мы говорим о логике, да, то есть сначала убирают все ненужное с ногтевых пластин и кожи вокруг ногтя, то есть как бы освобождая, да, то есть опять же кожу. И потом, соответственно, то есть завершают непосредственно подошвой. Ну, то есть как-то так, да, правила работы со стопой. Так, следующий момент. Здравствуйте, подскажите, как работать на запущенных ногах? Ну, во-первых, если у вас недостаточно знаний, работы с проблемами, конечно, эти знания можно выполнять. Инструктор на курсе всегда расскажет, покажет и объяснит, как, в каких случаях начинать и заканчивать процедуру, то есть какие рекомендации давать. Поэтому запущенные ноги, что вы имеете в виду, либо это ноги, которые давно, да, получали профессиональный уход, ну, или вообще уход, да, или это ноги с проблемой. Ну, то есть тут как бы мне нужно немножечко пояснить. Вот, поэтому, пожалуйста, если вы еще здесь, с нами немножко мне, Елена, дайте понимание. Так, так, файбербазу нельзя наносить на ноготки, как для укрепления. Нельзя, а, нельзя наносить на ноготки, как для укрепления. Если вы имеете ноги в виду, то здесь, смотрите, можете использовать файбербазу, но здесь важно понимать, что файбербаза – это база, которая не только укрепляет, но она еще и как бы утолщает поверхность, да. Вот, поэтому мы на ноги стараемся наносить тонкие слои, равномерно распределяя, то есть без каких-либо дополнительных капель, которые, да, то есть навалят на ноготь, да, и создадут лишнюю нагрузку. Соответственно, то есть если вы хотите именно вот укрепляющий эффект, то есть тонкий равномерный слой, то есть без, опять же, капель, которые может там на толщину сыграть. То есть придется наносить, допустим, не кистью из флакона, то есть использовать отдельную кисть именно для равномерного распределения. Вот, я не против файбербазы на ноготочках, но как, допустим, именно базу, то есть лучше использовать клер прозрачную, то есть именно как укрепляющий, да, то есть слой, но не утолщающий, то есть важно понимать, да, то есть на ногах не должно быть лишнего утолщения. То есть сложно просто файбербазу наносить именно тонким слоем, ну, как-то так, потому что она самовыравнивается, самомоделируется, и как бы, ну, это может привлечь именно внимание, там, фанатичных эстетистов в педикюре, вот. Поэтому здесь именно нужно понимать, что какие последствия ожидаемые, вот, как-то так. Так. Какие еще вопросики? Что так скромно? Мне очень хочется от вас еще получить какую-то дозу информационной. Я не так часто выхожу в эфир, поэтому, как вам сказать, накапливаю себе, накапливаю информацию, чтобы потом с вами поделиться. Ну, еще немножечко подожду, что еще можно вам рассказать. Может, я какой-то вопрос пропустила, повторите, пожалуйста, его. Я сейчас еще пролистаю, чтобы ничего не забыть, никого не пропустить. Где вы взяли такую стильную маску? Это у вас. Твоё лицо. Так, тогда не надо бейс-гель перед файбербазой. Если файбербаза клир, бейс-гель можно не использовать. То есть вы можете первый слой положить втирающим слоем, да, то есть распределяющим, просушить его и потом уже сверху, соответственно, то есть наносить цвет. Если вы используете файбербаза именно цветная, то есть там даймонд или пинг, в этом случае, конечно, бейс-гель обязательный. То есть любые базы с цветом, то есть требуют обязательно подложки, да, то есть бейс-геля. Так, хотелось углубиться в знания. Пожилого не учат онлайн. Что имеете в виду, слово не пойму, пожилого. Так. По-мокрому можно делать смарт. Смотрите, ну, по-мокрому, конечно, консистенция кератолитика – это, да, жидкость, но она не оставляет после себя именно лишней влаги. То есть состояние кожи после, допустим, да, нанесения, после нанесения не мокрое, и это не препятствует работе диска. Вот, поэтому в данном случае вы можете, безусловно, использовать данный вид кератолитика в работе именно в дисковой технике. Так, на подолога не учим. Ну, не учим, но достаточно даем знаний для того, чтобы базовый, опять же, уровень, то есть помог мастеру справляться с такими частыми случаями в практике, как трещины, мозоли и, соответственно, понятие, что такое вросший ноготь, то есть как в кабинете можно провести обработку. Вот, подология все-таки это уже направление, конечно, более серьезное, более профессиональное. Вот, пока нет этого направления, но оно будет. У нас есть онлайн именно с уклоном подологическим, соответственно, то есть вы можете приобретать курсы, изучать самостоятельно, потому что кто такой подолог? Это специалист, который постоянно повышает свои знания, применяет разные техники, то есть находит различные способы в решении различных проблем, потому что в данном случае сказать, что подологии учат, да, учат специалисты, которые накопили в себе знания. Если вы хотите углубиться в медицину, конечно же, вы должны понимать, да, что медицина, она уже будет, ну, как бы вас немножечко в другое, да, то есть склонять, то есть там с эстетикой вы уже связаны не будете, да, то есть там будут именно решения проблем. Так, подскажите, пожалуйста, лучше пойти учиться, все-таки оффлайн или онлайн тоже реально научиться. В оффлайне реально научиться, но нужно обязательно уделять этому внимание, то есть не должно, боже мой, остановить этого человека. Нужно, конечно же, понимать, что оффлайн, точнее онлайн, он будет требовать именно занятости вашего и внимания вашего, потому что вы должны будете вначале изучить теоретически предмет, да, то есть или тему, закрепить ее практикой и только после этого дальше следовать, да, то есть по курсу. То есть нельзя переходить к онлайну сразу на таким нахрапом, да, то есть там похватали-похватали, в голове ничего не уложили. Если нет возможности, опять же, посещать курсы там каждый день, то есть оффлайн дает вам, онлайн, онлайн дает вам возможность, то есть постепенно, постепенно. То есть есть у вас время, то есть вы не хотите там сразу, допустим, переходить к именно работе, да, то есть там салонной, то есть ну вы копите в себе знания постепенно, да, то есть там идете, исследуете, да, то есть проходите свой путь. Оффлайн это все-таки такой быстрый, я бы сказала, старт, потому что человек сразу попадает в условия теоретические, практические, то есть последовательность, да, курса идет, опять же, то есть на закрепление каждой пройденной темы в этот же день. Ну, опять же, каждому свое, то есть я не могу, у меня есть и онлайн курсы, у меня есть и оффлайн, то есть в оффлайне я, можно сказать, 24 на 7, да, поэтому здесь, опять же, от отдаленности человек выбирает себе, в каком формате он будет проходить обучение. То есть если вы заняты сейчас, допустим, деятельностью, совершенно не связанной с индустрией красоты, соответственно, да, то есть вы еще в раздумьях. То есть онлайн это то, что дает вам именно понимание, то есть хочу ли я в дальнейшем связать свою жизнь, да, то есть именно вот с этой деятельностью. Вот, поэтому, ну, как бы, выбор, безусловно, будет за вами. Так, чем лучше обрабатывать стопу после дискового педикюра пастой, использовать свечу. Ну, я в работе использую свечи для полировки и для массажа, это очень нравится клиентам, и модели у нас в восторге вообще от этого процесса. Вот, поэтому, конечно же, используйте то, что нравится вашим клиентам и непосредственно нравится вам. Так, ну что, мы потихонечку будем уже завершать. Спасибо большое, что были со мной в этот прекрасный час. Вот, надеюсь, что я была вам полезна сегодня. Приобретаю. Спасибо. 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 Спасибо.